Всем привет! Меня зовут Аня Олейникова. Я являюсь директором по продуктам компании Security Vision. И сегодня мы поговорим с вами об индикаторах атаки. Это часть Трэдентелла, которая позволяет гораздо более эффективно расследовать и реагировать на инциденты. Ну и по классике мы начнем с проблематики. Стандартно мы будем говорить о том, почему мы поднимаем эту тему. Парадокс догоняющего человека. Правила корреляции. Правила корреляции, когда они написаны и развернуты в СИЭМ-системе, база решающих правил какого-нибудь средства защиты информации, буквально на следующий день, в следующую неделю, через две недели, они становятся уже не настолько актуальны. Но ровно потому, что все меняется, мир изменяется, у нас появляются новые техники, новые методы, новые уязвимости возникают. И эти правила корреляции, да, окей, они классные, они работают, но не покрывают те новые техники, те новые атаки, которые возникают, ну, может быть, в том числе как каким-то методом обфусцирования действий злоумышленника. Плюс к этому мы часто встречаем на своих проектах внедрения недостаточное количество данных, поступающих от источников и завернутых в СИЭМ. Ну, то есть, по факту, когда мы выстраиваем киллчейн от initial access, потом какого-нибудь закрепления, потом распространения импакта, мы видим дыры в этом киллчейне, ровно потому, что данных не хватает. Источники по тем или иным причинам либо недонастроены, либо настроены не так широко и глубоко, как хотелось бы. А наши аналитики, вот эксперты третьей линии, вот эти вот единороги, которые доставляют нам вот этот контент из обновленных правил корреляции, которые являются суперценным ресурсом и пишут их на основе новых данных, на основе ресерча, на основе анализа интернета и вот репортов, которые там находятся, они не могут физически успеть за обновлением правил корреляции ежедневно вместе со своей основной работой, которая, ну, чаще всего связана с приоритетными инцидентами, с какими-то важными приоритетными задачами. Поэтому есть отдельная технология, которая называется Thread&Tel, которая целью своей имеет сбор актуальной информации, ну, со всех просторов интернета. Причем, по факту, Thread&Tel в сути своей – это вот это вот наевшие оскомину пирамиды боли, технические индикаторы, поведенческие, стратегическая атрибуция. Вы знаете, коммерческие фиды Российской Федерации, мы плотно сотрудничаем со всеми, они поставляют, да, техническую атрибуцию в первую очередь, это, да, здорово, и это то, с чем ассоциируют TI чаще всего. Но мало данных, если мы используем только технику, нам нужен больше контекст, нам нужно больше информации, и наши коммерческие фиды уже начали поставлять вместе с вредоносными айпишниками злоумышленника, который скрывается за ним, уязвимость, с которой чаще всего происходит проникновение из этого домена вредоносного. Какую-нибудь технику, тактику мы тоже начинаем видеть от Митре, которая ассоциирована с этим вредоносным доменом. Но и это не все. Дело в том, что мы как-то, вот знаете, совершенно неоправданно забываем о поведенческих характеристиках атаки, вируса, эксплуатации, уязвимости, то есть то, каким образом ведет себя ВПО на инфраструктуре после реализации, после развертывания. То есть есть эксплуатация уязвимости, к примеру, если она проведена была успешно, у нас создается какой-нибудь процесс, у нас создается где-нибудь библиотека, у нас инжектируется ключ реестра, то есть у нас возникают признаки поведенческого характера. И, так, секунду, вот. И, собственно, зачем нам это нужно? То есть почему эти поведенческие индикаторы нам полезны? Ну, потому что всегда инцидент, ну, практически всегда, это гипотеза, это подозрение на эксплуатацию уязвимости, это попытки несанкционированного доступа к данным, это попытки компрометации, это может быть легитимное, я не знаю, там, стирание теневых копий, а может быть и нет. И вам нужно, как аналитикам МБ, вам нужно в контексте всего исследования, расследования, выяснить, это false positive или это легитимная активность. Произошла атака до импакта или вот не было ничего, и это была только попытка, это только шум. Вот для этого нужны поведенческие индикаторы. Они говорят в контексте той же, например, уязвимость фолина, она имеет стойкие индикаторы атаки, такие, как запущенный MSDT процесс, который является легитимным, это виндуовый процесс, диагностический, но с конкретным родителем, с конкретным пейлодом, с конкретным пауэршельным кодом в B64. И зная эту информацию из TI в инцидент, мы уже можем быстро, оперативно, видя только попытку эксплуатации, мы можем проверить, а на хосте был ли создан MSDT, и в окрестностях этого инцидента, и был ли в нем еще и какой-то пейлоут, то есть какая-то полезная нагрузка, то есть быстрое и оперативное решение гипотез. Это раз. Два, это уже история про TI как таковой. На самом деле, ребята, TI – это в первую очередь технология, базирующаяся на community-driven подходе. То есть огромное количество источников, совершенно разношерстных, не структурированных данных, репорты различные, сигма-репорты, вендорские отчеты, фир-репорты, я думаю, все их знают, ну, по крайней мере, многие слышали. Это та история, которой обмениваются дефендеры, защитники между собой про те индикаторы атаки, которые они у себя видели, и которые они готовы поделиться для того, чтобы другие, в том числе, могли быстро и оперативно выяснить, что на инфраструктуре происходит. А TI, задача-то его какова? В том, чтобы собрать весь этот цимис ключевой, актуальные атаки, актуальные уязвимости сейчас, которые используются злоумышленникам. Не год назад, а прямо сейчас они в тренде находятся. Техники. Вот здесь приведена, к примеру, реальная стата. Вместе с RST-клаудом мы собрали по вирусу Mirai. Вот вы видите, за последние полгода это самый распространенный вирус. Это бот-сеть из IOT-устройств. Мортизаторы, роутеры, они заражаются ботнет-вирусом Mirai, а он в последующем использует их по разному назначению. Я вот слышала, к примеру, кейс, когда они Африку досили. Ну, просто потому что большое количество IOT-устройств, и они такие все, ну, обратимся. И там со страной были проблемы с интернетом. Реально, почитайте в интернете, это и есть такой кейс. Значит, Mirai актуальный. Есть у вас критический инцидент, есть у вас какая-то внутри критическая инфраструктура, в которой есть активность подозрительная. Проверяем, как в больнице мы приходим, и нас врачи спрашивают, контактировались с ковидом или, например, сезонные заболевания, «Клещ вас не кусал», все. И вот сразу мы выяснили, что мы не принадлежим к конкретной эпидемии, что у нас нет вот этого популярного у злоумышленников сейчас вируса. И таким образом мы получаем с вами комбинированный подход. То есть вот это наш стандартный классический alert-based, от которого мы не уходим, естественно, но правила корреляции, они выстраивают, они четко отрабатывают. И в дополнение к этому мы навешиваем эвристику, мы добавляем трэд-хантинг. Тот трэд-хантинг, вот этот вот магический, который выполняют действительно эксперты, очень высококвалифицированные, а у нас они как выполняют гипотезами так же. А что если? А что если? А что если? Так вот, гипотезы в рамках нашего инцидента нам дает трэд-н-тел. Он нам говорит о том, что проверь такие-то процессы, проверь такие-то именованные каналы, если они существуют, если между ними обмениваются процессы с разных хостов, с разных машин одними и теми же файлами, ну, наверное, это кобальт. Ну, то есть проверь конкретные элементы, и причем это выполняется в полуавтоматическом режиме. То есть мы можем сериализовать таким образом трэд-хантинг, облегчить роль наших аналитиков с третьей уровней, которые являются, ну, реально дефицитным ресурсом. Я хочу показать на практике, потому что, ну, слова одно, а, ну, реальная жизнь – это совершенно другое. И, мне кажется, понимания гораздо будет больше моей идеи, которую я хочу вам донести. Собственно, этот кейс у нас существовал в реальности. Это действительно настоящий кейс. Мы просто его симулировали у себя на инфре. Здесь была история в рамках интернет-сегмента, поэтому тут как бы ничего страшного не произошло, и мы достаточно быстро купировали эту историю, локализовали. Но он очень показательный. И очень показательный в том числе в рамках TI. TI – это всегда какие-то коннекты, взаимодействие либо с внешним миром от него, либо наоборот. Извне идет обращение на какие-нибудь malicious домены, урлы, сервера или там хэши вредоносные мы видим, подозрительные вредоносные хэши. Так вот, очень часто, это же всегда стадия initial access, это всегда попытки проникновения на периметр. Очень часто это роботы сканят, это попытки эксплуатировать уязвимость, это какие-нибудь инжекшены кода. А случились или нет, ну, как бы, TI не скажет. Он тебе скажет, вот этот вот вредоносный, он на вас очень сильно фонит, заблокируй его на межсетевом экране. И в этом контексте TI исполняет свою роль в рамках таких некритичных инцидентов, обнаружений вредоносных шумящих доменов. Но в рамках нашей системы у нас выстроена агрегация по СРЦ, ДСТ ключевым параметрам. Таким образом мы можем видеть цепочку. То есть здесь мы с вами увидим, и тогда в пилоте мы увидели, что с одного из активов в ДМЗ, в сегменте, было отстукивание обратное. А это уже, это уже прям стрёмно. Это уже история, которая говорит тебе о том, что, ну, потенциально эксплуатация прошла успешно, и потенциально уже идет попытка загрузки вредоносного, полезного контента, нагрузки полезной, для того, чтобы уже развернуться, для того, чтобы уже на инфраструктуре, там, латералку, горизонталку, ну, вот, то есть как бы закрепляться. Вообще, когда мы говорим про сету, часто история, когда с одного диапазона адресов у нас начинается сканирование попытки взлома, а с другого, после получения опорной точки, уже идет догрузка полезной нагрузки, опять же, чтобы, если один заблокировали, другой остался, с него у нас идет обратный туннель управления. Так вот, значит, вот эту всю историю вместе с контекстом, который дает TI, а TI дает много данных, они, видите, объединены, к примеру, у них была одна и та же атрибуция Кобальта, у второго, с которым была связь, как бы это ни звучало, у второго была еще атрибуция поведенческого характера, то есть здесь мы видим команд-лайны, определенные процессы, здесь мы видим именованные каналы и ДНС-соединения. Причем, ну, понятно, что Кобальт в случае своем ванильном, он имеет, ну, примерно одни и те же характеристики обнаружения его на инфраструктуре, а вот если хакер ленивый, он оставит эти ванильные характеристики, и их можно достаточно легко, вот эти конфиги сграбить и обнаружить. Собственно, TI сформировал граф, он показал, что вот смотри, оттуда сюда вот такое соединение было, и вот собрал все данные, которые можно применить в контексте расследования. И дальше мы передали уже всю эту историю на IRP, для того, чтобы выполнить полноценное расследование, реагирование в рамках этого инцидента. Спасибо. И что выяснилось? Оказалось, что на скомпрометированном компьютере, на скомпрометированном хосте у нас возникли именованные каналы, named pipe, в которых процессы обращались к одним и тем же файлам, и они же были равны нашим индикаторам поведенческим. То есть мы с вами локализовали нашу атаку, мы смогли построить ландшафт, мы увидели сетевые обращения снутри, изнутри, точнее, да, которые означали те хосты, которые также приняли участие в этом инциденте, и смогли достаточно быстро, оперативно, как мы это сделали, слепых хоста получили, сравнили, на дам памяти, для именованных каналов это дам памяти, сравнили, нашли там нужные нам индикаторы, и после этого можем выполнить уже быстрое оперативное реагирование, то есть там заблокировать, изолировать хосты, антивирусную проверку, дропнуть наши процессы, которые вот вредоносные, которые возникли, вот пауэршельные, например, процессы. Таким образом, как раз я вот завершаю по просьбе, вы мне скажете, точнее, наверное, вот так, я объясню этот слайд, вы мне скажете, а если у меня нету СИСМОНа, если у меня нет ЕДАРа, а как же тогда собирать телеметрию, и вообще иначе как делать? На самом деле, да, я согласна, только хостовые IDS дойдут вам столько полезной информации, они настроены на то, чтобы анализировать поведенческие индикаторы, но базовую информацию по признакам атаки мы можем дать в том числе, то есть наша платформа собирает слепки, собирает дам памяти, собирает информацию по процессам, и этого уже достаточно для того, чтобы принять какие-то базовые решения, для того, чтобы сделать какие-то основные выводы. И таким образом я призываю вас, наверное, в первую очередь, это использовать TI на полную катушку, использовать TI в расследовании инцидентов, в первую очередь. Ну и предугадывайте злоумышленника, а не догоняйте. У меня все. Спасибо. Я правильно понимаю, что у вас обработка идет именно на типе, то есть у вас инциденты взводятся в security vision, дальше на тип у вас улетает информация, и вы когда сказали, что вы зафиксировали, что с одного из хостов, на который было обращение с бэкэн, у вас ушел обратный трафик, на другое, с НС-шку. Внимание, вопрос. Вы на типе скоррелировали два инцидента, то есть у вас взвелся еще инцидент на обратный трафик. Это тип, да, то, что касается и нишел, это тип, на самом деле. То есть у вас прямая интеграция вашего же типа с вашим же СВ, и таким образом, получается, вы строите граф связи, в том числе инцидентов, то есть кучу алертов сводите в один большой инцидент, как сейчас в XDR-ах реализуют, именно на базе типа. Да, на самом деле только это разные продукты, они интегрированы между собой просто по IPI. Дело в том, что за счет того, что используем одну платформу для развертывания решений, IRP-решений, TIP-решений, ассет-менеджмента, мы, честно говоря, переиспользуем механизмы, поэтому в TIP есть базовый небольшой модуль IRP, и в том числе небольшой корреляционный движок, который как раз ищет совпадения по IP-шникам, доменам, хэшам, урлам, и даже, честно говоря, доменно-генерируемые имена ищут, DGA, сочетание слов, сочетание символов, ну такое вот ненормальное, и это все функционирует в рамках одного TIP-решения. IRP, он выполняет функцию уже такого классического инцидент-респонза, то есть уже мощного инструмента для того, чтобы выполнять расследование и реагирование на инциденты. Спасибо большое. Все противо.